И всем привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня в рамках нашего замечательного второго канала мы обсудим еще одно грядущее обновление, которое затронет наши замечательные микропрокачки, это информация, которая у нас была в предыдущем видеоблоге, ну и чуточку больше я подискутирую, поразмышляю на этот счет, ну а вы в комментариях также сможете высказать свою точку зрения, связанную с этим как раз таки обновлением, но если вам нравится подобного рода видоса, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов, прямо сейчас у нас проходит розыгрыш по моему личному тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете мой личный тег создателя контента тег тимп, дальше оформляете покупку в магазине, например покупаете танкоины либо премочку, ну и дальше заполняете форму, которая есть в описании. Что же касаемо микропрокачек, какая информация у нас поступила на этот счет, изначально когда у нас появилась инфа связанная с микропрокачками, я вообще думал о том, что у нас грядут большие изменения и в игре совсем скоро добавятся новые модификации, то есть МК720 это будет не последняя модификация, это будет только промежуточная часть и у нас появится например МК8, МК9, МК10 даже может быть, да? Но к сожалению либо счастью я этого в видеоблоге не увидел, это изначально были мои предположения на основе анонса, а в видеоблоге нам рассказали о том, что у нас в ближайшем будущем полностью будут удалены ускорения микропрокачек, то есть если на сегодняшний момент времени у нас есть, ну вот на каком примере мне показать, у меня здесь что-то вообще не качанное, чтобы можно было, а у меня здесь не куплен этот дрон, ну ладно, если рассматривать именно МПК, у меня даже ничего нету, у меня все фуловое, у меня все фуловое, даже не на чем показать, в общем и целом у нас есть микропрокачки, да? У нас есть микропрокачки любого вооружения и у этих микропрокачек есть ускорение, на которое вы тратите безумно большое количество кристаллов, зайдем сейчас давайте на википедию, раз я уж на аккаунте своем не могу это показать, Зайдем на википедию, откроем улучшение вооружений, да, ну и вот, ну например выберем диктатор, да, у любого корпуса у нас при прокачке есть как раз таки вот эта вот цена ускорения, которая в два раза больше, чем цена запуска, да, и нам сказали, что уже на сегодняшний день это все дело давным-давно устарело, и ускорение микропрокачек будут полностью удалены из нашей игры в ближайшем будущем. Заменится это на что-то? Не заменится, пока что информации нету, но уже на сегодняшний момент времени я могу предположить, что цена запуска станет просто дороже в два, а то и в три раза, да, то есть если на сегодняшний момент, времени у вас была возможность запуска, да, и ожидания ускорения, да, то есть не тратить дополнительные кристаллы на ускорение, а просто ждать, да, и экономить безумно большое количество кристаллов, то уже с выходом нового обновления, скорее всего, да, это только лишь мои предположения, это не какие-то стопроцентные факты, да, у вас не будет этой возможности, да, потому что ускорение будет удалено и запуск, запуск этого всего дела будет стоить дороже, соответственно, вы будете тратить большее количество кристаллов, но при этом, при этом, например, при 50 каких-нибудь процентных скидках, это вам обойдется дешевле, нежели прокачка сразу же, запуска и ускорение, да, то есть если вы это делаете с точки зрения дистанции, да, и вы не торопитесь никуда, да, то это будет менее выгодно, но если вы это будете делать быстро, то есть быстрая прокачка и улучшение вооружения, то это будет явно дешевле, да, потому что я полностью не верю в то, что у нас, например, ускорение удалится, да, а цена запуска останется такой же ценой, ну, но не бывает такого, не бывает, к сожалению, в нашей игре такого не бывает, и с точки зрения экономики и грамотности игры, это, в принципе, логично, да, то, что у нас цена запуска как раз-таки вырастет в 2, ну, даже больше, я верю, в 3 раза. Это то, что произойдет в ближайшем будущем, да, но что-то мне подсказывает, что это не все, что-то мне подсказывает, что это далеко не все, и именно с этим обновлением у нас улучшения станут шире, больше, и появятся, наконец-таки, новые модификации, которые я, если честно, хотел бы видеть в нашей игре, да, может быть, кто-то сейчас скажет, что зачем там эти новые модификации, да, и так все четко, но если учитывать тот факт, что, например, на легендах уже давным-давно у всех все фуловое, и ребята уже не знают, куда тратить кристаллы, как я, например, да, уже начал сливать все кристаллы в как раз-таки новые мини-игры, благо теперь появилась на это возможность, то как раз-таки новые, новые модификации, да, будут способствовать к тому, чтобы как раз-таки у нас была мотивация прокачивать эти все самые замечательные вооружения, и чтобы мы на этом вместе с вами делали акцентик, но это лишь мои желания, а как оно будет на самом деле, никто не знает, да, но 100% факт у нас есть, то, что уже на сегодняшний момент времени есть информация о том, что ускорения в нашей игре будут удалены, и микропрокачки будут состоять лишь только из прокачки шагов без их ускорения, и никакого времени ожидания больше не будет. Вам не нужно будет тратить на все это дело безумно большое количество времени, чтобы ваши шаги прокачались, и вы, например, сэкономили какие-то кристаллы. Прокачка будет занимать меньший период времени, но при этом, скорее всего, будет намного затратней с точки зрения кристаллов. Это мое мнение, и это то, что я думаю по этому поводу. Согласны вы с моей точки зрения или не согласны? Напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли вы видите эту ситуацию своей стороны, либо же у вас какая-то своя точка зрения по поводу всех этих микропрокачек. Верите ли вы в то, что у нас будут новые модификации, и к чему приведет удаление микропрокачек? Это тот вопрос, который я хотел вместе с вами обсудить в рамках этого видоса. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, этот розыгрыш умеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.